Это происшествие на ОТВ в студии Елизавета Болдырева. Здравствуйте и сегодня подводим итоги уходящего года. Мы подобрали для вас самые жуткие кадры. Обзор убийств подготовил Евгений Насыров. Некоторые случаи до сих пор не укладываются в голове. На новогодних каникулах в Ямаджелинском районе отец троих детей убил свою жену. Как установил суд, мужчина узнал о супружеской измене. Избил женщину и ее предполагаемого любовника. Обоих поместил в багажник своего автомобиля, выехал в лес и там сжег машину вместе с людьми. За это мужчину лишили свободы на 16 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. В феврале инспектора охотнадзора Александра Минина убил браконьер. По данным следствия, своего будущего убийцу и его двух друзей егерь остановил, потому что у тех были две мертвые косули. Чтобы избежать наказания за смерть животных, один из мужчин выстрелил в Александра Минина. Егерь скончался на месте. Посмертно инспектора охотнадзора по указу президента наградили орденом мужества. Убийце уже вынесен приговор. 17 лет и один месяц строгого режима. Летом челябинский полицейский убил бывшую жену. Женщина решила встретиться с ним среди гаражей, чтобы забрать свои вещи из бокса. Но больше ее никто не видел. Даму разыскивали. Надеялись найти живой. Как установил суд, тело обнаружили в лесополосе в Красноармейском районе. Там его спрятал бывший муж. Мужчине уже вынесли приговор. За убийство экс-супруги он лишился свободы на 8,5 лет. У женщины осталась дочь-подросток. Эту 29-летнюю жительницу Магнитогорска в июле искали всей областью. Девушка переехала в США и ненадолго вернулась на родину, чтобы завершить дела. В том числе продать машину. Покупатель нашелся. 24-летний молодой человек. Он якобы не захотел платить за иномарку, потому и убил девушку. Ударил молотком по голове, а тело спрятал. Мужчину задержали. У погибшей остался маленький сын. Кровавая драма на берегу озера Косарги. По версии следствия, девушка шампуром ударила своего возлюбленного. На пикник молодые люди приехали вместе с другом. Пара якобы повздорила. Тогда девушка и схватила шампур. Ударила возлюбленного в грудь. Молодой человек не выжил. Сейчас обвиняемая в убийстве под домашним арестом. Приговор еще не вынесен. Затем тоже в августе дворник нашел в мусорных баках расчлененное тело женщины. Причем туловище и руки лежали на одной мусорке, а ноги в контейнере в соседнем дворе. По словам челябинцев, ночью здесь были слышны крики. Ссорились мужчина и женщина. Подозреваемого в убийстве задержали. Возбуждено уголовное дело. Погибшей оказалась 41-летняя жительница северо-запада города. В октябре 11-классник с ножом и молотком набросился на родную сестру-студентку. По материалам дела молодые люди повздорили на кухне и подросток не смог сдержать эмоции. Семейный конфликт якобы начался задолго до дня убийства. Девушка скончалась на месте. Следующие 15 лет школьник может провести за решеткой. Молодой человек убил свою 22-летнюю возлюбленную за отказ выйти за него замуж. Это произошло на северо-западе Челябинска в ноябре. Известно, что до трагедии молодые люди несколько лет встречались. В тот день они вышли в подъезд, чтобы поговорить. Через несколько минут отец девушки услышал крики и бросился на помощь дочери. Но было уже поздно. Осенью в Озерске бывший муж застрелил свою экс-супругу. Сделал это в цветочном магазине. Когда женщина с дочерью шла вдоль улицы, увидела мужчину и решила спрятаться от него в павильоне. Он пошел за ней и выстрелил. В итоге, по словам следователей, с огнестрельными ранениями нашли обоих супругов. Они погибли. В декабре 21-летняя девушка из Уйского района подняла руку на годовалого сына. Несколько раз ударила малыша ножом. Мальчик умер. По данным следствия, сразу после этого молодая мама позвонила своему супругу, чтобы сообщить о случившемся. Мужчина был на работе, но тут же приехал. Девушки уже избрали меру пресечения. На два месяца отправили под стражу. И кроме того, она должна пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Евгений Насыров, ОТВ. Евгений Насыров, ОТВ. Три человека получили травмы. Еще один молодой человек, который тоже ехал в микроавтобусе, от медицинской помощи отказался. В мае авария в Тракторзаводском районе унесла жизнь отца двоих детей. Мужчина был инвалидом по слуху. Еще три человека получили травмы. Момент ДТП попал на видео. Вот по улице Комарово мчит БМВ. За рулем пьяный водитель. Пересекает двойную сплошную, выезжает навстречку. Таранит сразу две легковушки, которые проезжали через перекресток. Уже за кадром БМВ въехал в автомобиль ГАЗ. Мужчине вынесли приговор. Два года и десять месяцев в колонии поселения. Осенью в начале сентября водитель фуры из Челябинска попал в жуткую аварию в Самарской области. Минивэн выехал навстречку. От удара он разлетелся в щепки. Семья из пяти человек скончалась. Двое взрослых и трое детей. Отечественная легковушка залетела на Стеллу при въезде в Троицкий район. Автомобиль повис на конструкции и вспыхнул. Все это время внутри был водитель. Мужчина скончался на месте. Авария на трассе Челябинск-Екатеринбург. Ноябрь. В груду металла превратился лендровер. Его протаранил прицеп грузовика. Также задел газель и манипулятор. В иномарке ехал известный челябинский бизнесмен. Два его сына и товарищ. Все они скончались на месте. Кроме того, смертельные травмы получил водитель манипулятора. Возбуждено уголовное дело. Водителю грузовика избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. А в декабре ДТП устроила пьяная 15-летняя школьница на Мерседесе. Она стукнула припаркованный лифан и сбила с ног автоинспектора. Момент попал на видео. Эту аварию попытались скрыть от общественности и полицейского руководства. Так пострадавший сотрудник ГИБДД в больницу пришел в гражданской одежде, а не в форме. Место работы от врачей скрыл. И все это якобы из-за того, что у школьницы влиятельные родители. Позже выяснилось, что девушка не робкого десятка. Ее судят за вымогательство и грабеж. И сейчас подросток под домашним арестом. После этой аварии во внутренних органах начали служебную проверку. Ольга Козлова, Елизавета Болдырева, ОТВ. Переходим к огненным происшествиям. Несколько семей в этом году остались без крыши над головой. Из-за того, что жилище объяло пламя. Были и те, кто не выжил. Смотрим обзор самых страшных пожаров. Пожар в Кунашакском районе унес жизни маленькой девочки и ее отца. Частный дом загорелся утром. Мама была на работе. Дома остался отец, семейство и дети двух, пяти и шести лет. Еще один ребенок, полуторагодовалый малыш, был у бабушки. По одной из версий, пожар устроила двухлетняя дочь. Девочка якобы любила играть со спичками и доигралась. Поняв, что дом горит, дети выскочили на улицу. Но тут двухлетняя малышка вспомнила, что дома остался ее папа и помчалась за ним. Отец и дочь погибли в пожаре. Мужчине было 29 лет. При пожаре в здании бывшего общежития умерли семилетняя девочка и ее мама. Они пытались выбраться, но не успели. Вздохнулись. Без сознания их нашли пожарные в коридоре на последнем этаже. Во дворе пострадавших пытались реанимировать спасатели и медики. Делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Женщину и девочку увезли в больницу, но спасти их не удалось. Мама скончалась по дороге в больницу. Из здания эвакуировали 50 человек. Самостоятельно вышли 36. Трое из них спасли при помощи автолестниц. Четверых пожарные вывели в специальных защитных масках. Еще семь человек спустили по обычным лестницам. Три жизни унес пожар в селе Еманжелинка, Еткульский район. В этом доме жила семья из четырех человек. Хозяин инвалид, его взрослая дочь и двое внуков. Мальчики 16 и 7 лет. Пламя вспыхнуло в частном доме поздно ночью. Он выгорел полностью. По предварительным данным о пожаре сообщила соседка напротив. Она заметила, что горит веранда жилого дома и решила вызвать пожарных. Проходившие мимо прохожие помогли выбраться 16-летнему подростку из дома. А вот дедушка, дочь и семилетний внук погибли. По данным следственного комитета, пожар начался из-за загоревшейся елочной гирлянды. Маргарита Хижняк, ОТВ. Но были и курьезные случаи. Кто-то босиком ходил по первому снегу, кто-то отважился на прогулку с обратной стороны балкона. Были и те, кто катался на капоте автомобиля. Но больше всего южноуральцем запомнился челябинский сын Зевса. Полубог целый час гулял по больнице, общался с пациентами, персоналом. Выпивал. И все это время вел прямую трансляцию в соцсеть. Зевс, не забывай про меня. Помогай мне. Ты обещал, чтоб меня никто не съел, никуда не посадил. И все. Ты мой бог. Я в тебя верю. Мужчина прогуливается по больнице и переоделся в форму врача. Никого и ничего не стесняется. Забрел в тупик, пытается найти выход. Но ничего не выходит. Все двери закрыты. За всю историю меня пользуются. Я просто еще раз заказываю. Я же ничего плохого не делаю. Как же надо делать? Стекло разбилось, а выйти так и не получилось. Дальше сын Зевса пошел гулять по палатам и общаться с пациентами. Все это время вел прямую трансляцию в интернет. Вскоре мужчину задержали. В полиции он рассказал, что прогулку по медучреждению устроил ради популярности. Но стражи порядка. Расценили это как мелкое хулиганство и упрятали челябинского полубога в спецприемник на 10 суток. Своё наказание мужчина уже отбыл. На этом у меня все. Желаю вам не попадать в сводки ЧП в новом году и хорошо отдохнуть на каникулах без происшествий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова